всем привет кто подключился кто будет слушать это web camo talks наша еженедельная серия онлайн встреч для общения с кураторами лекторами приглашенными спикерами камам в неформальной обстановке интернета так как если бы это происходило в учительской камы в этот раз мы будем говорить о фотографии нашим гостем стал виталий юрасов известный киевский фотограф и креативный директор известной формации the trouble tribe про которую мы тоже отдельно много поговорим вот ветер привет спасибо нашел время круто что ты приехал в кама и этот дистанционно вроде бы но вместе да давай с собой пообщаемся есть очень много тем которые я бы хотел узнать и они выйдут как-то публично вот для всех наших слушателей говорю что есть вкладка q&a вы можете писать там свои вопросы и по ходу нашего общения когда она будет как бы логично вклиниваться или наоборот задавать другой вектор я буду задавать и все вопросы из интернета которые нам задавали тоже здесь озвучим и услышим но лучше ответы ответы хорошо мы давно знакомы вот и но я на самом деле не знаю твою история искренне интересно поэтому можешь как бы рассказать в деталях расскажи как если в деталях то мы можем не закончить никогда потому что история реально очень веселая забавная и очень насыщенная смотри давай у нас на два какой у нас будет два критерия типа в ответах мы будем стараться как бы давать ценность либо эмоциональную либо рациональную смысле либо ты как-то вдохновляешь своим каким-то поинтом либо даешь прямо конкретный тип что не делайте такие как я тогда может это будет чуть-чуть короче но мне все равно искренне интересно действительно с чего началось твои отношения с фотографией с какой камерой как когда и собственно вот давай подробностях такую часть я думаю что важно сразу сказать потому что я знаю что это волнует многих и меня это волновало когда начинал когда тебе там лет 16-17 ты делишь весь мир на условно своих ровесников всех делишь на тех у кого есть ресурс есть там родители есть еще что-то там есть что-то за спиной и они просто не знаю чем бы таким заняться хотя в принципе могут заняться чем угодно у них на это есть поможет и есть и по простые пацаны со двора с райчика которым короче все очень сложно и эти пацаны даже не понимают что у них есть возможность принципе заниматься тоже чем угодно то есть они думают что многое предрешено и я был таким пацаном то есть я лет до 15-16 для меня понятия творчества не существовало в принципе его вообще не существовало то есть был вариант только при котором ты будешь ну то есть воспитание было таковым и ну не только из благодаря родителям или из-за родителя в принципе из-за социума из-за всего что окружало восстание было таковым что тебе придется усердно долго тяжело всю жизнь работать скорее всего на кого-то то есть понятия на себя работать в принципе не существовало в моей голове тогда ну тебе придется короче говоря именно херячить всю жизнь и дай бог ты когда-нибудь там своим детям перепишешь квартиру знаешь в конце вот вот такой был подход и и что и что и что расскажу что я вообще из крыма я родился в симферополе и в 2001 году то есть давно 20 лет назад практически мы с матерью переехали в киев вот и школу я уже здесь пошел вот и я это все к чему к тому что детство было не совсем легким не было все классно финансово было сложно мы поменяли очень много квартир то есть я за всю свою жизнь на данный момент я поменял 18 квартир киеве может даже 19 честно говоря там после 16 уже не считаю но вот пока мы жили с мамой еще знаешь там с детства с 7 лет мы постоянно переезжали то есть я жил в броварах чувак я жил в глевахе под киевом я жил в княжичах за зиме ну короче на новобейлищах на троещине мы когда-то вот туда не сидит шу рядом мы когда-то даже орали с того что нужно сделать тур понял по местам где я жил потому что все время когда мы куда-то едем с данником по киеву я просто на рандомный район мы приезжаем и я вот короче это все к чему к тому что моменту когда я столкнулся с тем что творчество как таковое может приносить тебе какой-то кэш я с этим столкнулся вплотную сразу и это сразу принял принесло мне кэш то есть я не раздумывал о том что я хочу быть фотографом творческим человеком я понимал изначально и в моей голове была установка что это невозможно ты бабок не заработаешь и вот лет где-то с 14 я я чуть контекста шире дам я учился в девятом классе ушел после девятого в колледж всю жизнь меня как-то тянуло минимально фотографии но я даже не понимал что это значит ну то есть условно этому деда где-то в пять лет или семь нашел в шкафу фэд старый крутил овертел не дали по рукам сказали не строж знаешь потом там у сестре подалили двоюродный подарили фотик я тоже брал его крутил вертел думаю блин как классно но и ты не понимаешь что нету кругозора тебе все нравится что новая классная в таком духе это я все к чему это я все к тому что годам 13-14 мне нравилось что-то там по фотографии я задал родственников бабушек дедушек мам всех чтобы мне там помогли с фотоаппаратом каким-то вот и параллельно с этим я танцевал брейк-данс в детстве мне кажется многие через это прошли особенно пацики из киева вот я танцевал брейкинг года три-четыре к моменту когда в 16 я попал на такое событие как ялта саммар джеб кто танцевал тот знает что это такое я туда попал уже да конечно меня туда позвали ребята из рафнек атак это одна из самых сильных команд брейкингу вообще ever в принципе в мире они до сих пор тачат и они очень крутые очень глубокие ребята которые понимают почему они танцуют и ну короче у них есть своя философия короче говоря я попал с крутыми типами не будучи крутым типом я уже не помню каким-то как так вышло то ли мой тренер с ними ехал ну короче меня зацепили с ними мы там жили в доме в котором же должно жить 13 человек а жила 47 в таком духе знаешь вот я танцевал и я тогда уже нахаслил каких-то денег на фотик что-то там снимал и фоткал но это было в формате просто что-то там нравится каких-то друзей походки вот и когда я попал на ялту саммар джеб и увидел как танцуют люди которые тоже занимаются какие-то три-четыре года я прям там решил что я больше не буду заниматься брейкингом потому что знаешь туда стекаются все сливки туда стекаются просто все танцоры и ты смотришь и понимаешь что вау вот им дано а ты как бы можешь положить на эту всю жизнь ты добьешься результатов но кому-то дано больше тебе изначально и лучше ты наверное а я тогда уже взял с собой фотик я смотрел там был было пару операторов сидели первым в кругу впереди знаешь я думаю блин сяду рядом с ними буду короче фоткать все не хочу танцевать я прям там решил что я переобулся короче на ходу просто я как бы до этого уже что-то там подснимал но в тот момент я подумал что если до этого для меня брейкинг был какой-то основой знаешь то есть там школа я не знаю мама семья пацаны и брейкинг во главе всего стоял то есть это то во что я вливал свой энтузиазм то там я понял что с брейкингом короче попридержимся чуть-чуть а еще интакт есть такой парень из родных атак я знаю да андрюха он когда мы туда ехали и он видел что у меня фотик он мне рассказывал о том что чувак есть такая тема хип-хоп документарь это очень важная часть культуры которого на которую мало акцента то есть если ты умеешь снимать как бы снимай в таком духе я подумал блин ну погнали попробуем короче говоря я отснял ялту саммер джем и произошло невероятное я конечно к тому моменту как я его отснял у меня уже был паблик вконтакте который назывался юрасов фотографом которым было 35 человек вот и я туда загрузил эти фотки отметил организаторов и просто мне через два дня пишет баг или скрим это организаторы диджи ваг и скрим ты может их тоже знаешь они такие энтузиасты и по пластинкам и по я лично как может кому-то даже жал краба как говорится но вот таком но я не помню кто точно но кто-то из них мне пишет о том что йоу малой вау очень крутые фотки можно мы возьмем их как официальный отчет и ты же понимаешь что для 15-летнего пиздюка или 16-летнего это вообще такой уровень признания потому что ты попал на самбер джем как простой шкет который просто мечтает прикоснуться к тем людям которых ты видел в ютубе знаешь там не знаю и вот тому же вагу с тем же скримом то есть это какие-то иконы украинского брейки были а тут эти люди с тобой коммуницируют на рамках говорят что очень круто делаешь свое дело типа можно мы короче возьмем и я понял что ох ты окей погнали неплохо и буквально через неделю ну короче и все я начал снимать чувак балово я начал снимать все подряд просто брался за все что это можно и где-то через там буквально пару месяцев мне прилетело первые там 500 гривен чувак за съемку а я на тот момент учился на первом или на втором курсе колледжа я после девятого ушел и степуха ну опять же бабок не мало и типа родители и ты получаешь степуху 350 гривен и тут тебе прилетает за то что ты просто кого-то пофоткал тебе прилетать 500 рубасов короче и все и вот я к тому что к тому моменту когда в моей голове появилось осознание того что через творчество ты можешь творчество для это один из вариантов развития и возможно как-то там люди умудряются еще и выживать только я об этом подумал мне прилетел пятихат и я в там убедился сразу просто в лоб в лоб убедился и понял что короче когда ты в детстве условно в юности ранее удаляешься продать свой какой-то свое хобби то что тебе просто нравится продать тебя уже потом не остановить потому что понимаешь а нафиг куда все остальное вот и в тот момент я очень узко сфокусировался на фотографии и тулил по этой тропе собственно да там ну то есть условно я сфокусировал видение свое какое-то и я не искал ничего другого достаточно долго понял тоже сколько лет получается 10 лет я снимаю 10 лет вот и больше того через фотографию я чего хотели чего тебе хочется когда ты малой тебе хочется быть крутым тебе хочется быть классным тебе хочется быть клевым и я знаешь ощущал себя таковым когда меня пускали когда меня звали на съемки когда меня звали какие-то клубасы поначалу когда со мной тусили какие-то люди которые что-то делают и у меня из-за этого я вот до сих пор борюсь с этим чувством как называется самозванца да чувак чувством самозванца потому что ты как будто везде попадаешь через окно понял вот люди шли 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 а тут ты как бы фотограф и ты рядом с ними и тебе с ними комфортно и тебе есть о чем поговорить тебе что перенять вот и чувство самозванца это типа синоним творческого человека это но только того который постоянно развивается и самокритичен а в твоей истории с брейкдансом от которого ты отказался попав на уровень говорит о том что ты да самокритичный круто респект очень интересная история и дальше так что там дальше что можно дальше тебе рассказать как у нас был основной тезис ну тезис про с чего ты начал да а с чего я начал так может развил к тому что да ты стал попадать на пати да я понял что я попадаю в теме места куда бы я иначе как бы не попал точнее я мог бы но мне нужно было бы какой-то невероятный путь пройти иной а мне ну то есть я я комфортно себя ощущал с этими людьми понял я так познакомился с кацуриным чувак так познакомился в свое время с петровым с парнями из ботну то есть все люди которые меня знают большинство знают меня через фото и этих людей в моей жизни очень много только потому что когда я начинал я был очень голодный и буквально и фигурально то есть я был голодный до творчества я был голодный до съемок и я хотел есть потому что в 16 лет и в 17 лет где-то 17-18 моя мама она переехала в другой город потому что она по факту выполнила свою задачу она меня тут вырастила и уехала жить своей жизнью потому что киеве не нравился вот с этим решением я смирился и был рад этому знаешь потому что поддержки от родственников изначально фото я не получал однозначно потому что мама это классный простой человек который вырос в свое время знаешь и у нее есть свои какие-то принципы что как бы фотография это явно не то на чем ты можешь прокормить вот и как бы сейчас оглядываясь назад я понимаю почему она так мыслит я не пытаюсь ее переубедить но в определенный момент когда я сказал что вам хорошо спасибо тебе большое за то что ты сделала живи свою жизнь дальше а я продолжу снимать ту же комнату проищения только за свои деньги я смог это сказать в 17-18 я не помню точно и все и в этот момент ты как бы до этого тебе мешала до этого тебе снимать мешала учеба знаешь потом тебе мешать снимала мама я не знаю родственники социальное какое-то мнение а потом определенный момент ты выпускаешься из колледжа ты свободен тебя больше не присуют родственники ты отдал им красный диплом свой не купленный показал им все успокоились и вот ты такой сидишь на плато и понимаешь что все тебе чувак больше никто не мешает все то о чем ты ныл типа тебе больше никто не мешает теперь нужно просто делать и было очень страшно первые полгода чего когда значит это очень ходишь в универ знаешь что еще три года ты будешь ходить в универ и ты знаешь чем ты будешь заян и ты втискиваешь в этот график и в этот какой-то лайфстайл съемки и ты такой типа как как все но круче потому что ты еще что-то делаешь еще деньги зарабатываешь а потом бац все у тебя нет учебы ты просто сидишь один день ничего не снимаешь два дня ничего не снимаешь три дня ничего не снимаешь понимаешь как бы пельмени то заканчиваются которые ты скидки купил и за хату надо платить и ты включаешься чуваки я включился и в определенный момент мой рекорд 137 съемок за год это по-моему 2016-2015 год чувак это каждые два дня съемка каждые два два с половиной три да 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 но там было иначе бывало такое что у меня бывало четыре в день бывало такое что было пять дней подряд иногда две в день понял бывало что не было там две недели подряд ну то есть я просто я как я почему это точно знаю потому что у меня ну я еще с тех времен нормально наладил свой бэкап не были папки 2015-2016 и в нем под каждый проект я создавал папочку понял и вот я в один день зашел нажал command a выделить все и просто офигел когда увидел 137 чувак вот а потом это все накрылось медным тазом и мой бэкап сгорел поэтому все мои съемки до 2015 года они ушли их нет вот или хорошо плохо не знаю короче как это так слушай промежуточный быстрый вопрос очень клевое повисование история очень много параллелей классную ты штуку отметил и она как бы она и классная и грустная когда ты про универ сказал что ты типа показал родителям диплом и ты никому ничего уже не должен то есть ты реально выполняешь какую-то форму для близких мужик с моим с моим колледжем вообще интересная история потому что я в него чувак у меня красный диплом и он не куплен понял он именно заработал он заработал я к тому что он заработал да нет он суть не в этом суть не в том что я такой умный суть в том что все остальные к сожалению были ну короче система образования построена так особенно в том колледже в котором я учился что если ты просто ходишь ты получаешь тройку если ты ходишь и что-то делаешь получаешь тупорку а если ты ходишь что-то делаешь это еще не тупой а вовлечен то это пятерки вот и как бы вот и и и и стоя и я к тому что почему я хорошо учился в том числе чок потому что за это платили я получил обычную стипендию повышенную чувак директорскую получал понял то есть все что можно было все от чего можно было достать из этой системе бабки я старался сделать особенно если это не было сложно то есть условно я выигрывал фото конкурсы и мне ставили автоматом английский там географию еще что нибудь понял у меня есть я время от времени закидываю в инсту раз в год мне просто не так напоминает этот пост где висит знаешь сингазета здоровая такая типа там пэк нау мы пышаем уся и там типа юраса виталий фотоконкурс там бла-бла-бла кинги учима молодых и там типа первое второе место и оба типа мои в таком ну короче маленькие такие флэшбеки которые как бы объясняют мне напоминают как именно я шел по этому пути это было весело это было сложно часто но короче говоря да ты отучился отдал эту корочку понял что тебе уже никто не мешает что уже бабки все которые мог заработать с колледжа ты заработал и надо зарабатывать и дальше фотографии шо а вот проучился я просто думаю что реально из тех ребят которые подключились и потом будут слушать есть ну похожи на тебя ребята ну похожи может по темпераменту по обстоятельствам вот и можешь ты поделишься да типа шорткатом и вообще историю про то а вот как ты учился фотографии вот и чувак я я вот у вас когда 16 августа даю мастер-класс да на правах рекламы так это я вот к чему я к тому что время от времени я просил дать мастер-класс чуваки каждый раз я не понимаю что мне раскладывать и что мне объяснять людям потому что для меня все то что делаю это настолько какие-то простые базовые вещи которые ты можешь подчеркнуть просидев два часа просто в ютубе то есть ну я когда кадрируюсь например когда я снимаю если я вот я смотрю на кадр и мне муляет если он не вот так вот а вот так и я снимаю вот так как минимум понял как мне у меня глаз мне просто на нему не лезет и понял вот композицию я просто как-то чувствую есть правило 3к там чувак есть правило золотых сечений блин охранительная история я уже простучить даняшу который слушал эту историю уже миллиард раз но я расскажу еще раз чувак 2015 году где-то и шестнадцатом в одесскую школу фотографии меня позвали дать мастер-класс я это момент уже не было 20 лет я на тот момент уже в то время я очень сильно сфокусировался именно на экшен фотографии то есть это съемка танцоров ну любого рода экшена и я реально очень хорошо это делал вот и меня позвали на поэкшену провести мастер-класс чувак и вот я стою на этом мастер-классе я боюсь до того что у меня там болит живот тряхит голова сердце колотит мне комфортно страшно потому что на него пришли люди в одессе на меня и там человек 35 40 они сидят физически передо мной знаешь это не онлайн какая-то история и короче говоря мне пришло время вопросов ответа в конце какая-то девушка и спрашивает в италии вот я посмотрела на ваши фотографии а мы там отсматривали какие-то штуки и как бы видно что вы снимаете по правилу третей правил золотого сечения скажите вы всегда держите в голове эту сетку типа вы всегда об этом думаете чувак а я стою слушаю это и понимаю что я вообще не понимаю что такое правило третей я первый раз слышу слово золотое сечение я вообще не шарю о чем она то есть я так снимаю но при этом я даже не знаю что это ты понял я понял я понял вот так это работает в моей голове типа я просто снимаю и выучить что такое выдержка чувак короче учишь такое iso выдержка и диафрагма несложно разобраться там тоже не сложно все остальное зависит от того как ты наполнишь кадр чем ты его наполнишь случае со мной если мы говорим про лайфстайл про экшен про рекламу это лежит если мы говорим про лайфстайл то это наполнение зависит от того куда ты себя поместишь и как ты потом откадрируешься и как ты потом это поймаешь в случае репортажа тоже есть заданная бизнес-сцена кем-то заданная ивент что-то еще знаешь в случае с экшеном тоже событие какое-то то есть я не силен например в сложно постановочной студийной фотографии например есть Серега Сараханов босс понял по этой теме вот я антоним Сережи Сараханова просто реально я очень ему респектую за то что он делает вот и у меня кстати были долгое время проблемы с тем чувак что понять в чем ты силен да из-за того да не я в принципе понимал в чем я силен просто мне казалось что то в чем я силен это хрень какая-то понял то есть но есть Сережа Сараханов который может поставить человека вот так вот и снять красиво и люди будут говорить вау круто и это Сережа бы поставил понял это он свет на нем выставил а я типа что делаю просто снимаю то что уже существует по факту и у меня всегда было ощущение того что это типа не то это как бы не то и потом уже только когда я начал развиваться когда я познакомился лично с людьми которые авторитеты для меня в фотографии и они мне говорят чубак мы не понимаем как ты это делаешь потому что когда ты контролируешь весь процесс в своих руках ты же его контролируешь ты поставил выставил свет у тебя есть час на то чтобы это сделать а когда процесс происходит вне твоих управления да это же типа как это можно как это можно снять я такой блин типа ну кажется да знаешь кажется в этом что то есть и потом я начал мешать эту свою этот свой скилл репортажника вообще школа репортажа вот я прошел по факту школу в смысле мой опыт репортажа длинней очень огромный опыт съемок куча съемок просто снимал все подряд он репортаж настолько натренировывает твое видение и настолько делает тебя продуктивным в плане съемки то есть ты можешь снять за 20 минут все что ты должен снять понял потому что ты привык к тому что скейтер вылетает с рампы и у тебя есть секунда чтобы сделать 13 фоток а потом из них выбрать 2 по фазе где он глаза не закрыл с испугу то есть ты себя готовишь через репортаж к тому что тебе не нужно много ресурсов чтобы сделать круто и я этим очень круто я этот когда понял в чем моя сила я этим начал пользоваться на ивентах чувак на вечеринках потому что моя была сила в том чтобы преподнести ивент либо события лучше чем оно было на самом деле и я с этим отлично справлялся вот и как бы а потом ты рано или поздно попадаешь на съемку какого-нибудь бэкстейджа еще малой знаешь тебя зовут и просто не понимаешь ребята вы что реально снимаете рекламу которая будет длиться 13 секунд 4 смены типа вы что прикалываетесь я даже не знал что где делать я ходил просто по съемке помню первый раз когда меня позвали это по-моему был клип седоковой который снимал бадоев с монатиком чувак я помню что у меня не было бабок на такси я ехал чуть ли не на троллейбусе в павильон вот приезжаю такой типа заряженный думаю сейчас ну короче я впервые столкнулся с тем что люди ставят кадр долго снимают его долго а я типа бац 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 и снял бац 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 и снял и мне как бы у меня была гиперпродуктивность потому что я пришел домой а у меня 2300 исходников понял и я их почистил выбрал 250 офигенных фоток и мне пишут ну кто-то там мне пишут говорят чувак ого типа а что нам с ними теперь делать потому что они как бы в рамках локаций количество локаций которые были десяти это как бы много их они не нужны их столько не надо просто и поэтому теперь когда я попадаю на какую-либо съемку я точно знаю что я не уйду оттуда с пустыми руками чувак сколько бы у меня не было техники то есть если у меня даже один полтос какой-то один и четыре знаешь я могу на один объектив отснять все что нужно и это будет классно мне еще кажется что секрет твоего как бы успеха крутости что вот то что ты снимаешь ты являешься частью этой культуры потребителем то есть ты реально знаешь трюки да ты разбираешься ты понимаешь и ты ну реально в контексте это очень важно то есть а мне нравится это от обратно войдет чувак зачастую мне просто хочется узнать стать частью чего-то и я понимаю что ну я вот через фотографию внедряюсь в разные штуки вот так это работает твое последнее внедрение как бы в аэропилотизм это это конечно супер тема и я тебе завидую и как бы искренне могу сказать что ну как бы я бы хотел быть на твоем месте вот знаешь как типа виртуальный шлем одеть немного побыть но именно не быть не быть собой а потому что ну я себя знаю я бы тогда бы уже а быть над тобой то есть не бояться да при этом там не рыгать да фотографировать и так далее хорошо тут у нас уже ребята подступают вопросы я не в тему я их буду вклинивать давай упомянул что у тебя есть авторитеты фотографии Максим спрашивает а кто именно эти авторитеты фотографии если мы говорим про Украину вообще я слабо разбираюсь в фотографах для меня это все просто люди типа и я просто смотрю на то что они снимают у меня нету воу 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 ну то есть я знаю каких то топов знаешь типа Хельмут Ньютон я не знаю в таком духе но для меня это как бы художники поэты в чем то знаешь в таком духе в Украине Сараханов Рудаков Бабич ну чувак знаешь когда я начал внедряться в видеосъемку вот в кинопроизводство у меня всегда вот я когда шел по своему фото пути я не мог понять как связана фотография потом вот эта вот видеография какая-то так называемая когда люди там для инстаграма снимают какие-то видосики на альфу и что-что-нибудь такое как это связано с кино у меня вот было типа ну условно вот у человека написано что он синематографер в инстаграме и он снимает на какую-то стабилизационную штуку с айфоном какие-то видосы и есть Нолан который снимает Интерстелл и у него тоже написано что он синематографер понял и я не мог понять а эти люди понимают что они в разных индустриях или типа или это и есть разные индустрии у меня была вот такая дырка вот океанная была в моей голове я не понимал это лет пять назад было до того как я пришел к кинопроизводству в любом виде и вот я попал на первую съемку чувак и у меня собралась эта картинка и это я к чему к тому что вот я как фотограф вот сейчас Никита Кузьменко у вас дает какой-то мастер-класс как я понимаю у нас фильмы на втором этаже вот чувак и когда я впервые столкнулся например с Никитосом и я чувствовал себя офигенным фотографом потому что я мог классно снять ну вот снять классно мог что угодно я попадаю к нему на сет и понимаю что мои познания в том что я делаю они конечно велики но это десять процентов от того чем оперируют какими инструментами оперируют сколько понятий держит в своей голове D.o.p. director of photography чувак режиссер изображения понял то есть я вот фотограф короче говоря когда в моей голове эта вся индустрия в одно целое в одно целое я понял что вот здесь я вот здесь там не знаю кто то еще а вот здесь Никита Кузьменко вот здесь дядьки из Голливуда которые снимают операторы а где то вот здесь режиссеры типа Нолана это все как бы одна ступенька у меня во первых я резко попустился чувак очень резко попустился потому что я был момент в моей жизни когда я себя чувствовал настолько классненьким фотографом знаешь который просто жил в своем маленьком пузыре который думал что он офигенный а потом ты приходишь на сет на любую рекламу и видишь как на сете на 15 секундную рекламу херячит 45 человек команды просто 45 и часто это избыточная история понял вот я был на многих съемках когда огромные бюджеты огромные команды и по итогу получается херня какая-то очень много такого было и поэтому у меня есть в принципе возможно поэтому мы у нас получилось снять видео про Тимура понял потому что я знаю что какой минимум нужен для того чтобы снять клевый продакшн сделать и получить ролик который заценят люди из индустрии но не теми деньгами не теми ресурсами с которыми эти людьми пришли оперировать вот что вообще меня унесло куда-то не все нормально мы про авторитетов в индустрии говорили так вот я к тому что чувак в моей голове авторитетными фотографами их нет есть люди которых я просто уважаю они вокруг нас этих людей в Украине семь человек если мы говорим именно про фото и я не буду их сейчас перечисать потому что могу кого-то забыть и будет обидно вот но я восхищаюсь чувак операторами нашими и для меня это люди которые делают вот круто это чувак фиш который из бабич работает который грибам продакшн ну грибам боже с бардышом например работает часто из банды фиш вообще невероятный тип который энтузиаст просто вот человек этим живет ты понял Кузьменко чувак из новых я не знаю Михалусь чувак Стартиенко Саша с которым мы работали долго то есть есть ну это люди которые сфокусировались узенько круто и копают в это и делают сильно больше того что я делал все эти пять лет до ну короче говоря эти люди несмотря на них я попускаюсь и понимаю что если мне когда-то казалось что я достиг какой-то планочки хотя бы там в Киеве в Украине и вот я классно снимаю когда ты сталкиваешься с людьми которые реально копают настолько глубоко ты попускаешься очень сильно и это тебя сильно вдохновляет ну еще один как бы достойный ответ особенно да этот что в жизни очень часто важно попускаться да и для развития нужно как бы не забывать свои корни и помнить слушай есть да еще рациональный вопрос в том ключе в котором ты уже да повел рассказ ребята спрашивают где ты находил клиентов на своем пути может тоже какой-то я находил клиентов только только через сарафанное радио единственный метод который в моей жизни работал я просто снимал делаю работу хорошо старался делать свою работу хорошо и потом клиенты рассказывали кому-то чувак я никогда не давал рекламы никакой да ну короче это просто какой-то нетворкинг я ненавижу слово нетворкинг потому что для меня это просто общение то есть я ненавижу ситуации в которых люди идут куда-то чтобы поговорить познакомиться с кем понял я не могу так у меня так не получается точнее получается но я это не называю нетворкингом я просто общаюсь с людьми вот я просто старался максимально хорошо делать свое дело а еще одно очень важное правило которое я понял давно и стараюсь до сих пор его придерживаться это то что делай больше чем от тебя ожидают вот реально просто делай больше чем от тебя ожидают это всегда работает чувак это всегда работает со стороны вау ого спасибо и это что-то ну это завязывает узелочек в мозгу клиента я не знаю в твоем имени какой-то знаешь в таком быке вот хорошо у меня такой вопрос и он как бы уже логично выстраивается с твоего повествования с тех вещей которые ты рассказываешь из статуса который я озвучил как-то на старте нашего общения это креативный директор вот ну я так понимаю да что не фотографии единой и в плане творчества у тебя амбиции больше и ты как-то я думаю в кино может себя видишь да в каком-то фильме ну чувак не 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 вижу себя в кино кстати вот вообще не вижу вообще не вижу себя в кино короче вот я вначале говорил о том что когда начинал снимать и понял что это можно продать и мне это нравится и это приносит доход и я чувствую себя независимым успешным это получается я движусь вперед я сфокусировался очень узко на фотографиях и в таком режиме я пробыл лет шесть-семь ну вот где-то до двадцати одного двадцати двух лет и потом по мере того как я общался с людьми как моя кормушка раскрывалась и в нее попадали люди из индустрии из разных других индустрий ты понимал что вообще есть в этом мире ты понимал что слово арт-директор это не что-то там из девяносто девять франков далеко в кино а это человек который ну вот у него есть конкретные задачи потом ты понимаешь что это за задачи ты думаешь ух ты а я в себе тоже такие штуки иногда ощущаю понял амбиты подобного рода вот и в итоге я двадцать три где-то у меня чувак произошло и короче я просел по фото только потому и вот короче сейчас момент когда я наоборот чуть-чуть сейчас подсобрался и опять в фото немножко ныряю не при этом не отпуская все остальное но чуть подсобрался просто потому что фото это то в чем я дальше всего зашел и это то за что меня больше всего людей знает вот потому что пока я скитался по вопросам музыкальной дистрибьюции creative direction режиссуры чувак я не знаю производством футболок организации тусовок это все как бы клево получается но вопрос в том что это как бы распыляет тебя достаточно сильно я был готов точнее я думал что я был готов это дает мне это очень сильно меня наполняет но это требует ресурсов и финансовых в плане возможностей так себе вести понял класс круто что я ошибся и молодец что ты вот уверен короче я в принципе старался всегда так делал и сейчас стараюсь так делать просто слушать себя если меня к чему-то тянет то тянуться в ту сторону и благодаря этому произошли чуваки тусовки наши классные которые мы очень сильно любим и видео с Тимуром возможно произошло поэтому то есть просто стараюсь слушать себя и двигаться в том направлении это не всегда легко это вообще не всегда легко чуваки был момент когда я себя ощущал так же как тогда когда закончился колледж я получил диплом и меня ничто не сдерживало когда ты сидишь такой и что делать типа ты свободен на тебе вот твоя свобода что ты будешь с ней делать а ты не знаешь что с ней делать типа понял и вот часто бывают моменты когда ты сидишь дома ты свободен у тебя куча возможностей потому что ты знаешь много людей ты у тебя есть какое-то имя вот и ты просто ну не знаешь куда поддаться ты вот сидишь и слушаешь себя ты общаешься с людьми и вот ждешь когда что-то в тебе ёкнет да 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 все это время все это время мэн не считая того что мы из земли да я это периодически забываю вот как и ты наверное да ну да но я с города повеселее у меня хоть море было Тимур тоже из Крыма если же тебе ехать еще надо было чтобы поплескать поплескать ножки это я все пытаюсь вспомнить как мы познакомились и но самое главное я помню контекст когда вот уже знакомство состоялось это уже много лет было Камо только 7 лет это я думаю как бы еще и до Камо случилось вот я уже знал что ты типа ну у тебя хэштег висел типа крутой фотограф вот это много лет и круто да но я постараюсь вспомнить эти обстоятельства хорошо раз у тебя фокус на фотографии давай вернемся к фотографии вот Максим хорошие вопросы позадавал сейчас ли ты снимаешь бэкстейдж какой самый у тебя высокобюджетный проект в плане заработка вот и работаешь ли ты бесплатно за идею я тебе их напомню значит вернись к бэкстейджу да короче по бэкстейджам какая история я не снимаю бэкстейджа уже года два с половиной три только потому что бэкстейдж это была классная ступенька для меня чтобы попасть в индустрию вот в то самое кинопроизводство я протусовался это было это очень прикольная штука бэкстейдж она невероятно много тебе дает ты понимаешь как работает кинопроизводство если ты не идиот и ты опять же открыт и ищешь информацию ты легко ее можешь найти вот таким вот образом еще и хорошо зарабатывать вот но ты доходишь до определенного момента когда бэкстейджи снимать тебе уже не интересно потому что ты можешь больше и в эти моменты в этот момент ты начинаешь снимать стилы так называемые стил фото ты начинаешь снимать промо и кей вижуал это основные то есть если есть съемка видео рекламы например есть задачи по фото для наружки для баннеров каких-то для диджитова и их кто-то закрывает и вот если раньше их закрывал на фото какой-то классный чувак фотограф а ты снимал бэкстейдж с того как он это снимает то в определенный момент меня позвали снимать промо и стилы и когда ты проходишь год стилов условно ну то есть если бэкстейдж стоит 200 баксов то стилы условно стоят 500 баксов за смену 500 750 иногда 1000 если это сервис проект и ты потом просто не можешь снимать бэки просто потому ну это мое вот видение то как я ощущаю потому что продюсеры с которыми ты работаешь которые зовут тебя на съемки это часто люди которые имеют больше общества общего с менеджерами и бухгалтерами чем с фотографами и творческими персонами понял ты в их голове являешься ячейкой в смете или ячейкой в этом самом в шутку господи в вызывном короче то есть и если ты работаешь с ними как по прому если ты работаешь как стил фотографер ты в их голове стил фотографер то есть следующий проект нужен фотограф нужен клевый фотограф вспоминаем кого мы там с кем мы там работали вот есть юрасов молодец а то он берет старый вызовной смотрит ты в нем на бэкстейдж ну это не это очень очень грубо все работает всегда через портфолио через задачу через бриф то есть но мне кажется в этом есть я про себя скажу что я могу запариться забыть и такой о как у нас было в прошлый раз о давай вот чувак вот так это и работает а ты уже не бэкстейдж молодец поэтому и мне очень чувак было очень сложно переходной период был такой сложный когда ты ну чувак вот представь я не знаю бэкстейдж там 250 баксов например в определенный момент у меня стоил и вот тебе там звонят и говорят чувак 7 смен по 250 простей я уточню 250 это час и ты за все нет это смена это за смену это за 8 часов 8-10 часов смена но это это же не значит что ты сидишь под камерой все время снимаешь ты понял это шароебиться на площадке ты можешь шароебиться но главное результат отдай хороший и не важно как ты к нему пришел по факту но вот ну и вот тебе звонят и говорят чувак 7 смен или 11 смен бэкстейдж и ты понимаешь что ты сейчас можешь ну просто там 1250 баксов я не знаю там или или две с половиной тысячи долларов ты можешь просто поднять за один проект но ты не можешь потому что ты не снимаешь бэкстейджи чувак а на промо тебя зовут реже потому что там есть тендерная составляющая понял там уже более серьезный подход то есть ну короче по разному бывает были периоды когда было мало съемок чуваки вот в данный момент например их сильно меньше ну из-за ковида в первую очередь потому что стилы и промо зачастую нужны ну я по крайней мере так работаю на сервис проектах это значит что из-за рубежа приезжает продакшн приезжает агентство прилетает и и снимают здесь рекламу вот и как бы пока никто никуда не летает никто ничего и не снимает вот и все ну да подсос глобальный там был вопрос по поводу еще какой-то по поводу кэша что-то такое было да можешь нам сказать просто мне тоже это любопытно это человеческое свойство реально вот сколько ты самое больше зарабатывал за проект фотографии сколько тебе отвалили за раз шестеру шесть баксов шесть тонн да я не могу сказать какой это был проект но это было шестера это был достаточно длинный проектик клевый насыщенный с поездками каш каш это было шестера я помню что я вернулся и купил тачку себе ну в плане там еще продал одну точнее отдал одну докинул чуть одолжил и купил себе тачку просто найти все я теперь у меня соединяются эти штучки прикольно да 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 очень молодец хорошо ну тут еще макс спрашивал снимаешь ли ты бесплатно за идею да я снимаю бесплатно за идею я очень люблю вообще легко но это должно быть что-то крутое и в первую очередь это должны быть классные люди классная идея я очень легко снимаю бесплатно для артистов например если есть такая если есть ситуация в которой в них нет денег короче да для меня объясню свою философию в этом вопросе и возможно она кому-то пригодится давай у меня есть техника своя у меня есть видение соответственно прийти и подснимать что-то для кого-то стоит для меня только время да все понял я не трачу деньги делясь своим скиллом я не иду в убыток соответственно почти всегда когда ты делишь со своим скиллом и это классная какая-то штука ты еще и что-то получаешь ты получаешь какую-то энергию ты получаешь обмен опыта ты получаешь связи знакомства интересных людей в свою жизнь и вот я за такие штуки очень сильно в моей жизни подобным образом появилось очень много людей очень много крутых людей и если бы я залупался каждый раз на бабках то ничего бы этого не было да ну не ничего бы но было бы сильно меньше слушай я тебе так скажу у меня был период в жизни когда я тебе рассказываю когда у меня корона подвыросла на голове я сбривал всех налево и направо а потом я понимаю что ну круто но что-то как-то мне не хватает деньги вроде как бы есть а как бы что-то не хватает типа понял вот и все прикольно да это ценностная история хорошо тогда сейчас ты мне прямо накидал добра и у меня уже этот а где посмотреть сколько людей нас смотрят мне интересно я тебе сейчас напишу у нас много человек вот и этот это здорово потому что все таки уже лето тепло и как бы столько я не жду но и обычно ребята не такие активные как сегодня так что у нас да ну круто это приятно очень хорошо слушай а если опять же это как бы такой вопрос не знаю вкусовщина условно говоря но ты говоришь что типа если это круто я могу присоединиться к проекту а вот как ты сформировал своего видения круто вот кто для тебя или что было ориентирами как ты вот это как-то вырастил вкус что ты видишь что это круто что это не круто потому что например что у нас как бы происходит помимо того что там есть теоретическая часть есть практическая часть обучения мы еще мы еще им даем такую насмотренность через которую они понимают что говно а что супер это вот прямо мой тут как это тезис который как бы я все время обещаю вот где ты как бы поел говна и увидел что такое супер короче как это работает по моему мнению в принципе не претендую на объективность но мне кажется что любой человек основывает свое мнение безусловно на мнении других как это работает в его жизни в его инфополе есть определенные авторитеты на которых он равняется пример сходу сережа является для меня авторитетом в одежде в музыке и в в в как это сейчас это слово которое я вот оно только к тебе относится бложе мой непосредственность кажется ну ты знаешь ты ты остаешь с собой в любой ситуации вон ты себе с черными ногтями засовываешь в нос ручку на прямом эфире типа тебя это с собой не парит вот и чувак это для меня когда я с тобой познакомился это было вау это было очень круто потому что я вырос в социуме который не позволял мне так себя вести и прямо диктовал что ты должен соответствовать окружению своему какому-то я не знаю короче какие-то куча была таракана в голове по поводу просто того своего самоощущения а у тебя оно не меняется вот ты такой Сережа Вовке и хоть тут Зеленский будет стоять хоть тут я буду сидеть вообще по херам и меня это вдохновляет очень сильно не в этом суть в том что вот ты для меня являешься авторитетом в некоторых вещах и таких людей как ты в моей жизни физически их там может быть 35 человек виртуально если мы берем лидеров мнений музыкантов на которыми ты следишь их может быть там 500 понял и если этот человек говорит что что-то круто я не тупо ему верю сходу нет но накапливается количество этих мнений после которого ты уже не можешь сказать по факту что это какая-то хуйня извините ну грубо говоря понял и мое мнение всегда как мне кажется мнение любого человека собирается из таких штук вкус он присутствует но этот вкус воспитан как раз тем что ты что-то услышал узнал посмотрел и кто-то когда-то тебе это закинул ты же не можешь сам ничего придумать ты поглощаешь контент очень много контента по поводу насмотренности я очень много смотрю всего чувак я у меня бывает я подписан там на 850 ну короче до 1000 человек в инстаграме и у меня бывает расклад когда у меня написано в инсте на этом все понял лента закончилась чувак ого прикинь я про такое только слышал у меня бывает когда я досматриваю сториз до конца все и не потому что мне нехер ну как бы мне в принципе всегда есть что делать и бывает время когда мне нехер делать но это настолько потребление контента это часть того чем я живу это то откуда я черпаю ну строю как бы свой вкус в том числе я в определенный момент подписывался нахрен от всех своих бывших одноклассников дяденек тетенек за южных сестричек от всех кто использует свой инстаграм не так как мне кажется стоит его использовать вот понял и в моем в моей ленте только контент который формирует мой вкус еще один лайфхак а это прям вообще моя тема я не знаю кто так делает еще и я привил эту штуку очень многим людям всем своим вот короче там танникам братикам всем вот с тех пор как я начал жить один и даже до этого я сидел в контакте в пабликах с альбомами просто с картинками красивыми прикольными понял и самые классные картинки я сохранял себе на ком прикольно и вот я так делаю до сих пор чувак только я теперь в тамблере сижу и достаточно регулярно и у меня накопилось пол из пяти тысяч картинок за десять лет чувак и я листая эти картинки могу просто свой развитие своего вкуса проследить эта папка называется visual power чувак и я в нее захожу когда мне нужно перед съемкой быстро включиться и откалибровать видение свое потому что там все то что я люблю там ракурсы цвета кадрирование тленка все вот это я понял это я это это папка вот мои сохраненки в инстаграме это тоже отдельная тема ну то есть я вот так я аккумулирую этот контент и люди вокруг меня в принципе это тоже их инструмент они тоже так себе ведут это есть это про насмотренность короче говоря круто круто спасибо во первых за комплименты про этот но опять же тут видишь есть все равно у тебя базовая такая штука когда ты там находишь ориентиры и вот этот классный совет про то что настройте свою френд ленту физическую и онлайн это очень круто и она помогает тебе да прокачиваться я тоже видимо может это какая-то крымская тема я тоже в Севастополе себе как бы нашел каких-то кумиров за них начал следить и потом стал как бы частично подражателем частично уникальным и мы то с тобой знаем что уже все изобретено вот и это просто другой угол зрения интерпретации того что существует поэтому как бы копирование это вполне нормальная история хорошо мы уже как бы пришли к таймингу но давай еще продолжим если есть возможность я бы пообщался еще если там есть вопросы я позади если у тебя есть время у меня у меня есть я с удовольствием и я позадаю еще вопросы Максим я к твоим вопросам вернусь просто позаду один от других ребят иначе подумаю что ты а может это наш сотрудник Максим Лютый пишет и этот и валит просто до добра позадаю что у меня в инстаграме ребята спрашивали про тебя я кстати всегда делаю вот это типа что спросить у спикера по теме и мне только на тебя написали отдельный вопрос обычно какую-то чепуху пишут вот короче девочка спрашивает как выжить максимум из мимслов 3D и твой опыт работы с этой камерой чувак тема с этой камерой это вообще отдельная история в этой камере столько подводных камней чувак что каждый раз когда меня спрашивают каждый раз когда я вижу инициативу с чьей это стороны по поводу работы с этой камерой все что мне хочется сказать это не делайте этого просто не делайте потому что мне понравилось два с половиной года чтобы методом просто проб и ошибок чувак методом наших задников ковыряния этих фотографий прийти к тому чтобы условно мне мог позвонить Алан Бадоев и сказать бро нам надо на съемку стереофото а я мог ему сказать окей я ручаюсь что это получится понял то есть с профессиональной точки зрения то есть да окей я это сделаю потому что но раньше это был такой рандом чувак ну короче очень много там отдельный мастер-класс можно просветить вот правда и ну какие-то пару секретов во-первых первый секрет эти фотографии все стерео для меня собирает Даня Шу наш дизайнер который рядом сидит и он меня ненавидит за это потому что это очень очень напряжная фигня и только потому что у Дани работает в фотошопе часто постоянно и это его инструмент и он может банально нажимать кнопки в правильной последовательности очень быстро раз в 12 быстрее чем я только поэтому он этим занимается и когда коммерческий проект какой-то есть то он за это еще деньги отдельные получает понял потому что ну как бы это очень напряжный расклад и все штуки склеивают еще одна хитрость еще одна хитрость которую те кто снимает на Нимсу точно заценят потому что это то к чему мы пришли только через года полтора и это изменило многое короче как избежать вот этого воблинга когда ты склеиваешь фотки а они неправильно трясутся кто работает с Нимсу тот понимает что это значит как избежать воблинга проблема не в скане проблема не в проявке проблема не в склейке проблема тупо только в том что Нимсу по факту это игрушка это не профессиональная камера, она сделана из пластика вонючего. Короче, и когда ты вставляешь пленку, и ты ее перематываешь, если ты делаешь это резко, вот так, то пленка внутри камеры, она натягивается, а потом, когда ты отпускаешь эту штуку обратно, она возвращается чуть-чуть обратно, и внутри она не ровно, а чуть-чуть волной. Внутри фотика. И когда ты потом это сканируешь, ясен, хрен, у тебя вот эти воблинги получаются. Чтобы этого избежать, нужно делать вот так. Очень аккуратно перематывать пленочку на них, и тогда у вас не будет воблинга. Вот. Вот за этот секрет нужно произвести тысячу долларов, я тебе так скажу. Реально, вы просто к этому так долго шли, чувак. Мы замучили всех, мы замучили фото в рамке, чувак. Просто. Мы им звонили, говорили, чуваки, давайте решать. У нас там целый консилиум собирался с людьми, которые сканируют и проявляют пленку, физически понял, чтобы решить этот вопрос. И не решили, типа. И в итоге вот потом методом пробы и ошибок до меня дошло, как это работает. Блин, это забавная история, как в жизни может быть все сложно и все просто, да? Просто аккуратно перематывай пленку. Хорошо. Есть классный вопрос от Влада. Кстати, мы на парочку ответили уже по ходу общения, про ориентиры, про инстаграм и так далее. Но вот этот очень клевый вопрос, особенно для ребят, которые сейчас есть, я думаю, будет полезно, вот, с твоим опытом. И давай забудем, что сейчас ковид, условно говоря. Как быстро заявить о себе на рынке? Что сделать? Если бы ты, вот, ты прошел весь этот путь, он у тебя сложный. Труд, мод, деньги без деньги, вот, одно, другое, вот. И вот у тебя есть Юрасов, вот, там, 3-0, 5-0 какой-то сейчас. И вот Юрасову нулевом, что бы ты сказал, чтобы, как бы, стать заметным на рынке? Я бы попросил, сказал бы о том, что для начала нужно определиться все-таки, в каком жанре тебе больше нравится выступать. Или что тебе просто, что тебе ближе. Потому что, знаешь, я тебе так скажу, я вот не снимаю свадьбы, например. Только потому, что, а свадьбы, на секундочку, свадьбы и коммерческая фотография рекламная, это две, единственные два направления, в которых ты можешь зарабатывать бабки уберенно, понял? А свадьбы, это, мне кажется, вообще единственное направление, в котором ты можешь стабильно зарабатывать нормальные бабки. И я вот не снимаю свадьбы, почему? Только потому, что я не чувствую их, понял? Я вот не могу. Есть люди в моей жизни, были фотографы, которые я встречал, которые вот такие, они какие-то светлые, чувак. Они чувствуют пару, понял? Они могут передать вот то, что происходит. Я не говорю про этих всех жмыхов, жлобов, которые просто поливают в ЗАГСах все подряд, типа, просто к ремеслу. Я вообще не люблю относиться к фотографии как к ремеслу, чем она по факту во многом и является, но мне это не нравится. Я очень ревно к этой теме отношусь и стараюсь не просто хатлить бабки, а все-таки использовать фотографию как инструмент познания, не знаю, мира, знакомства с людьми, знаешь, вот то, что я говорил, когда ты тянешься к определенному, открываешь для себя что-то новое через фотографию. Новых людей, новые направления какие-то. Боже мой, что я там говорил? Что я спрыгнул на свадебщиках? А то, что определиться, что тебе... Так вот, потому что, да, тебе нужно определиться. То есть, если тебе близко, если ты светлый, романтичный человек и ты попробовал поснимать ловстори, например, своих друзей и тебе залетело, например, ну, если ты девочка, парень, неважно, и ты прочувствовал в этом что-то классное, делай это. Если ты скейтан, если ты скейтер и ты катосишь с пацанами, катосишь чуть хуже, чем остальные, но у тебя в руках камера и те говорят, что это круто и, чувак, клево делаешь, делай это. И из этого ноги вырастут потом куда-то в другое направление. Вот. То есть, пытаться снимать свадьбы, потому что за них куда хера платят или пытаться лезть в рекламу. В рекламу ты вообще никак не можешь попасть из ниоткуда, понял? И реклама — это всегда путь. Реклама — это всегда путь, потому что к моменту, когда тебе доверят площадку стоимостью ну, там, 150 тысяч долларов даже условно, ну, не лично твой проект будет 150, а вообще бюджет, например, большой. И все эти люди будут ждать, пока ты что-то будешь там снимать, например. К моменту, когда такая ответственность тебе доверят, ты должен пройти путь, у тебя должно быть портфолио, и люди должны понимать, что ты не Вася какой-то, который, ну, сейчас не обосрелся здесь просто. Чувак, до сих пор бывают расклады, вот я буквально четыре дня назад отказался от проекта рекламного, только потому, что я понимаю, что я на данный момент могу его просто не вывести, чувак, и все. Понял? Потому что задача специфическая. Даже со своим опытом мои сильные стороны, они как бы не нужны на этом проекте. На этом проекте нужны другие сильные стороны, других людей, которых у меня нет. Типа, сложно-постановочный расклад какой-то, правильно? То, что ты раскладываешь. И я понимаю, да, я понимаю, что, ну, я просто не возьмусь, потому что в рекламе ты не можешь сесть на сраку. Если ты сядешь на сраку, то Егор Петров тебе позвонит и скажет, Юрасов, у меня был просто один раз такой расклад, чувак, когда мне, ну, просто настучали по шапке только потому, что, ну, это был проект, в котором был Петров, а Петров это мой хороший знакомый, друг, который мог мне позвонить и сказать, братан, ну, это, короче, борода, типа, больше такого не надо делать, типа, если ты чувствуешь, что ты не вывозишь, то, типа, не лезь. Это было давно, прямо очень давно, бородатая история, но это очень многому меня научило, потому что, знаешь, все же балансируют, вот эти все, в том числе и Петров, все же рассказывают, что если ты заходишь во что-то новое без страха и не делаешь того, чего ты не умеешь, то ты не растешь, там, в таком духе, чувак, в рекламе это не работает, в рекламе это не работает, если мы не говорим про креатив, если мы говорим про тебя как про единицу, как про инструмент выполнения продакшена какого-то конкретного, если ты, пензлы в руках, я не знаю, агентство, если ты не знаешь, как поставить свет, то, типа, не лезь туда, если ты не знаешь, как работать с моделью, не лезь туда, если ты снимаешь экшен и ты не можешь поймать скейтера в воздухе, просто не чувствуешь этого, не лезь туда, есть кто-то, кто может поймать, есть кто-то, кто может поставить так свет, есть кто-то, кто чувствует вайб и может в мизонсцене работать с актером, короче говоря, короче, определить сначала, что тебе ближе, определить сначала с тем, что ты хочешь, а если ты не можешь определиться сходу, то снимай все подряд, как это делал я, И ты поймешь, что снимать пьяные рожи в клубе тебе не нравится, например, понял? Я это очень четко понял и не делал бы этого, если бы мне за это бабки не платили, они мне были нужны. Но благодаря пьяным рожам в клубе я познакомился с Мишей Катурином, который познакомил меня с Петровым, который познал меня снимать рекламу Боржоми потом, понимаешь? Поэтому ты никогда не знаешь, как это все сработает, чувак. И как бы у каждого свой путь, будь открыт, люби то, что ты делаешь и делай, главное, побольше. Вот сейчас, например, момент, когда из-за этого ковида у меня сильно меньше коммерческих заказов, чувак, но я просто захватился и просто сейчас поливаю лайфстайл. Я даже тебе писал, что ты взял меня политоснимать на вайк, понял? Просто потому, что я хочу снимать. То есть я понимаю, что мне нужно держать видение свое какое-то, не терять. Да, мы с тобой запилим суперфотки, потому что мне там уже именовали, не а вчера или где, эти фейсфайт-доски. Ребята запостили, что я самый стильный в акватории райдер, да. Ну, видишь, как круто. Так что мы наснимем, слушаем про знаки. Сейчас тут, ну, все равно это же перемена без звонка, ну, чтобы нам не мешать. И включили музыку и играет Ламборгини. Ваш финальный трек на Трэбл Трэблах. Наш финальный трек на всех Трэблах, да. Да, и, наверное, давай в качестве тизера мы это скажем, обсудим это потом. Тут куча вопросов. Вот. И давай все-таки еще поговорим профессионально по фото. Кстати, Петров у нас выступал в субботу перед директорами, копиками и дизайнерами. На, кстати, в эксерф-базе мы делали открытый. Да, да, и он рассказывал про свой опыт еще в режиссуре. И он эту историю, как бы, да, по-своему, то, что ты озвучил, тоже проговорил. Что, как бы, ну, всегда боишься обосраться. И если берешься, ты должен давать качество. Вот. Чуть-чуть можно повышать. Да, это очень важный расклад. Да, чувак, мы всегда так делаем. То есть каждый раз, когда мы в что-то врываемся, мы прям чувствуем, что мы вот здесь. Вот нам придется подтянуться. Но мы знаем, что мы, нам стрёмно, ссыкотно, но мы сможем дотянуться и выход на две сделать. Мы вот где-то это ощущаем. Вот что-то дзыньки, но мы понимаем, что, ну, получится. Потому что, да, ты чувствуешь, что это где-то... Да, но если чувствуешь, что ты даже не дотянешься до этой истории, то не стоит. Особенно, если на тебя возлагают ответственность, которая по итогу, если ты не справишься, не только на тебя посыпятся шишки, но и на других людей. Это очень важно контролировать, чувак. А еще про эту нимзлу, и это будет подводкой к другим вопросам. У меня есть личная история, вот, ну, я же собираю пластинки, и там они часто... Причина еще покупки — это обложка. Есть же этот фильм «Ванильное небо», где есть эпизод, когда Том Круз, его, как бы, эта иллюзия, в которой он там оказался, формировалась на основании образов, которые он, как бы, любил. И эта обложка там подделана. Так вот, я не фанат Макса Коржа, вот, но я его ценю, респектую, и мне нравится. Небольшой фанат. Но он у меня ассоциируется только с твоей 3D-фоткой, которую ты вот впервые сделал, я увидел. И для меня это было, типа, ваааа! Это прямо синоним, ну, как бы, лай-выступления, синоним этого артиста. Это просто бомб. Во-первых, спасибо большое за это, и мне приятно, что в твоей голове Макс Корж ассоциируется с моей фотографией. Еще один момент по поводу Макса Коржа, просто у нас слушают 55 человек, я не знаю, сколько там, но, ребята, и ты, Серега, тоже. Макс Корж, это тип, я снимал много концертов в своей жизни, прям дохера, чувак, прям очень дохера. Я собираюсь на него концерты. Это самые лютые лайвы, это самый лютый лайв, на котором я был, чувак. Это такой развал, я просто, ну, у меня, я шел туда со своим этим всем скепсисом, ты понял? Эти все песни для малолеток, это вся история. Ну вот я шел туда скептически настроен, чувак. И просто, когда ты видишь, как он поет о том, что он прожил, чувак, это все совсем иначе воспринимается, во-первых. Во-вторых, на третьем треке я уже катал, во-первых, меня сразу там, например, на сцене диджей набухал Джиг Дэниасом, чувак. Я пьяный катал диджика в тележке от супермаркета по сцене. То есть, и это неслось. И это, знаешь, не расклад, при котором пацаны пытаются искусственно создать этот движ какой-то. Они именно отрываются, чувак, все. Они все друг друга знают. И там чуть ли не с одного двора, чувак. И менеджмент, и диджики. И вот все они одно целое. И они так четко знают, о чем они поют. Они это так прожили. Это какая-то невероятная синергия, чувак. Они очень трушные, очень честные, чувак. И это вот топовый лайф, на котором я был. Да, и в Киеве их перенесли. Я пойду, Мэн. Я пойду. Я пойду. Очень круто. Ну, честно, я не потому что... Погнали вместе. Я уверен, ты знаешь ребят из... Конечно, конечно. Это же наши ребят. Из Оди. Из Оди, да. Они очень крутые. Я вообще не понимаю, как Ваня возит своей женой, дорогой, любимой... Как они-то все вывозят, я просто не понимаю. Ну, их там двое, знаешь, они вроде небольшие, но при этом они такие концерты втащивают. Вот этот Лобановского только ничего стоит с коржом. Короче, они крутые. Макс крутой. И вообще я рад, что есть такие люди. Что там дальше? Дальше то, что вот НИМС вот так снимает, еще есть цифра, ты в ней разбираешься и знаешь, еще есть пленка. И что у тебя как бы прет? И тут просто вопрос у нас, как ты относишься к пленочной съемке? Вот. Заказывают ли тебе чисто пленку заказчики? Смотри, чисто пленку не заказывают. Понял. Только потому, что пленка – это удел энтузиастов не только тех, которые снимают на пленку, но и тех, которые понимают, в чем суть. Таких людей не так много, а таких людей, которые способны заказать у тебя что-то, которые являются какими-то арт-директорами, продюсерами, еще кем-то, клиентами, знаешь? То есть обычно пленка, она тушится как метод съемки именно изнанка, именно киношниками, фотографами, операторами и доносится до клиента. То есть, ребята, это круто, это классно, это можно сделать красиво, это актуально. То есть сверху редко приходит запрос на пленку, потому что приходится зачастую объяснять клиентам, почему формат 2.35 – это классно, знаешь, почему мы снимаем квадратный видос и в таком духе. То есть мы все еще боремся с этой историей, но боремся уже давно и очень успешно. Поэтому вы видите классная реклама моршинская, поэтому вы видите, ну, короче, вот вы видите уже красивые штуки в мейнстриме, даже украинские проекты, потому что те, кто их снимают, уже давно понимают, что и как работает, и качают, и кушают, и долбят в клиентов, говорят, чуваки, давайте делать. Так вот, по поводу моего отношения к пленке. Для меня пленка – это… Ты сам проявляешь, нет? Не-не-не, мужик, я сам не проявляю, я не настолько энтузиаст в этом вопросе. Я работаю с фото в рамке с ребятами, они клевые, они все таки делали. Ну ты можешь им дать, типа, параметры, да, как тебе проявить. Не-не, чувак, я просто заказываю тифы, я просто пользуюсь хорошей пленкой, ну, покупаю хорошую пленку и заказываю харезу. Что-то, ты вектаром пользуешься или кто там? Если мы говорим… Так вот, подожди, давай сейчас подойдем вектару. Вектар, да. Ну, короче, по-моду подарил. Так вот, для меня пленка – это лайфстайл, съемочка. И это средний формат для коммерции и для крутых-крутых-крутых фоточек, которые стоят дорого. У меня нет своей среднеформатной камеры, я ее обычно прошу либо беру в аренду, потому что она стоит нормальных денег очень, там, вроде трех и баксов. Вот, и она настолько редко бывает нужда, что покупать ее не имеет смысла никакого, проще быть в аренду. Вот. Средний формат – это прям невероятно круто, чувак. Это очень красиво. В этом есть, в этом вся фотография. Вот, когда ты снимаешь на средний формат, ты чувствуешь себя фотографом. Ясни мне, что такое средний формат. Смотри, у тебя, когда ты заправляешь в мюшку пленочку 35 миллиметров, она вот такой толщины условно. Да, да. Вот. Вот средний формат – это 120 миллиметров. А, это в киеве. Она сильно больше. Это вот такие штуки, да, чувак. Это вот такие штуки, соответственно, размер кадра сильно больше. По факту это как бы размер матрицы. Светочечительный элемент, он сильно больше. Больше изображения может прийти, больше изображения не может зафиксироваться, больше изображения можно в итоге отсканировать. Соответственно, качество этого изображения сильно выше. На средний формат – это, типа, профессиональная пленочная камера. На них снимали раньше обложки, глянец весь снимали на них. Все, для чего нужно было качество, 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 делалось средний формат. Есть еще больше. Есть еще, знаешь, пластины прям вставляют. Есть еще история. Это фэшн я видел, да. Прикольно мы с тобой в видео общаемся. Сначала вот это ним, потом у нас шире, да, вот так, теперь вот так. И те, кто будут слушать, да, весь кайф пропустят. Короче, пленка круто, пленку люблю, на пленку снимаю, хотелось бы снимать еще чаще, но я настолько, как тебе сказать, я снимаю много, и нет для меня лучшей камеры, чем камера айфона. Кто на меня подписан и смотрит мои сторис, тот это понимает. Потому что лучшая камера, это та камера, которая у тебя в кармане, чувак. Вот мой следующий вопрос от слушателя. Заменит ли тонну фото и видео оборудования камеры в свартфонах в ближайшем будущем? Если мы говорим, если мы говорим про лайфстайл, просто про документирование своей собственной жизни, однозначно заменит, до меня уже заменило. Вообще. Если мы говорим про коммерцию, то, конечно, нет, потому что, ну, конечно, нет. Если мы не говорим про коммерцию в рамках инстаграма, ну, то есть, если ты смм-щи-то и снимаешь для, ну, не знаю, китайского привета, то, возможно, ты там можешь справиться. И то хотелось бы, знаешь, мощнее и больше, и на камерку снимать. А если ты снимаешь коммерцию для бренда, который потом будет использовать эти фотографии на дом, напечатать нужно, я не знаю, понял, если тебе нужно... Я когда-то снимал вот это три назад для Черниговского рекламную компанию и не знал, на что пойдет фотография, я просто знаю, что у меня в брифе был сверхширокий формат, то есть вот такой баннер, понял? И потом я еду на байке через Южный мост и просто вижу огромный, ну, там тупо 40 метров длина этого билборда была. Просто огромнейший. И я к тому, что на айфон ты такой не снимешь, ты понял? Просто разрешения не хватит. И у тебя в брифе разрешение, там, типа, 19 тысяч по широкой стороне. И ты понимаешь, чтобы тебе такое обеспечить, тебе нужно клеить, понормировать или еще что-то делать. Ну, то есть просто не втащишь. Поэтому камера айфона... Айфон это очень круто, если ты для себя снимаешь, ведешь свой персональный бренд, развиваешь какой-то контент, качаешь, я не знаю, что в таком выкид. Если мы говорим про работу, то нет, айфон не втащит, конечно. Это нестабильная просто техника. Согласен, да. Вот и все. Пошу ронить. Очень нестабильная. Это я балуюсь. Я просто за второе пиво себя взял уже. И по дням отдыхаю. Хорошо. Смотри, тут еще вопрос перед тем, как мы перейдем, наверное, самому главному для как бы наших ребят, кто подключился, как я думаю. Хотя я думаю, что среди как-то... Возможно, что, типа, с траблом вы ассоциируетесь как какие-то хулиганы и тусовщики. Я, на самом деле, общаюсь с тобой. Думаю, кто-то может сказать, что ты зануда. И это очень круто. Что ты топишь и, да, тут умничаешь. Это очень круто. И респект. Я тоже люблю по разные полюса быть. Вот. Но давай вопрос такой, опять же, от Макса. Он хороший. Как ты считаешь, переполнил ли рынок фотографами? Стоит ли еще залететь и взрывать? Вот. И какое направление фотографии, по твоему мнению, самое недооцененное? Чуваки, если такой вопрос ты себе задаешь в начале того, как ты хочешь чем-то заниматься, то тебе-то не всралось. Нафиг и не делай этого, пожалуйста. Ну, то есть, это нелепо просто. Понял? Типа, прикинь, такой музыкант сидит и думает, бля, столько музыкантов. Может, не быть музыкантом? А может быть. И как интересно, а есть еще возможность быть музыкантом? Есть еще место на этом рынке? Ну, чувак, если ты можешь не снимать, не снимай. Если ты хочешь что-то другое делать, делай то, что ты хочешь делать. Ну, типа, тут же все просто. Ну, это странная постановка вопроса для меня невероятная. То есть, я вот не могу, типа, не снимать. Понял? Это не то, чтобы я не могу уснуть, пока что-то не сфоткаю. Нет. Но я просто иду, вижу, что-то клевое, снимаю. И все. И поэтому мне сложно, я же тебе говорю, мастер-классы давать, потому что я не понимаю, что в этом сложного. Ну, ты... Ну, надо с тобой поговорить, да, про ментори, чтобы ты действительно смог поделиться, потому что ты правильная вещь. Я накапливаю, чувак. Я накапливаю. Я уже с тех пор, как вы мне дали знать, что у меня 16 числа у вас мастер-класс отлайновый, у меня есть заметочка мастер-класс в Камо, я накапливаю мысли, выводы, я сейчас активно снимаю именно лайфстайл, чтобы понять, что же там происходит, пока я снимаю, с чем же я могу поделиться. Поэтому у меня там уже есть заметка, все нормально. Вот. Но я еще тот, конечно, этот самый коач, как говорится. Надо будет мне помочь. Да, ну, просто действительно, ну, сейчас мы сталкиваемся с таким понятием, как таланты, это клево, но и плюс позиции, да, вот. Действительно, ты прав, что вот куча так, значит, сейчас много рэперов, мне нравится. Да, это странно для меня, это странно. Ну, надо, надо рокером стать, да, то есть, и прикольно, что ты сказал, что я не могу не снимать, это очень здорово. Я уже представил, что ты засыпаешь, ну, хотя бы дикпик отправишь кому-то, да? Не, чуваки, такого не происходит. Я, вот, я отрываюсь благодаря айфону, чувак, просто в течение дня, я поэтому люблю вести сториз, потому что, ну, типа, я могу быстро снять, красиво обработать и быстро поделиться, понял? и кому-то что-то это может дать, я не знаю, кто-то, я, во-первых, знакомлю людей, своих подписчиков со своим окружением, в котором куча крутых людей, чуваки, я очень хочу, чтобы об этих людях узнало больше людей, то есть, для меня это ценно. Нет, интересно делаешь, мне нравится, я, например, так просто не могу, вот, при своей, от тобой отмеченной непосредственности, вот так, как это, живо, интересно коммуницировать, и мне реально нравится смотреть, как бы, вот, ваш лайфстайл, и, не знаю, молодиться, что ли, вот, это очень клево, вот, ну, давай, наверное, да, не будем сильно мучить ребят, давай обсудим Trouble Tribe, какое место он занимает в вашей системе координат, когда следующий, какое, видите, развитие, вот, ну, понятно, что его не может быть в ближайшем... Давай начнем с того, что, раз и навсегда запомним, что Trouble Tribe и Trouble, это не одно и то же. Да, да, это... Trouble Tribe, The Trouble Tribe, это наша... Вот это мы, вот они мы, это наша банда, это наша команда, это наш фэм, это ближайшие люди, с которыми я двигаюсь по жизни, объединены просто каким-то общим, чем-то общим объединением. Вот. Я знал разницу, лишь читая вопрос, а Trouble, а Trouble, это одно из наших проявлений. Trouble, это тусовка, Trouble, это то, что возникло в наших головах в определенный момент, благодаря мне, Монсту и парням, в принципе, мы очень хотели потусоваться, и, боже мой, вот же сидит человек, благодаря которому все получилось, Серега, это же ты. и Trouble был таким крутым, и остается им, и я об этом без лишней скромности говорю, только потому, что я настолько уверен в этом, потому что мы делаем для себя, от себя, и весь фидбэк, который прилетает, он невероятный, и даже если бы этого фидбэка не было, нам было бы, начинали посрать, потому что мы знаем, что, зачем и почему. Так вот, какой там был вопрос по поводу Trouble? Давай, сейчас к нему вернемся, ну, давай вот это выкристаллизируем и поделимся впечатлениями, я просто вот хочу узнать, ты это ли чувствовал, что тогда, когда мы вот это делали, да, и вот это была синергия там вашей тусовки просто молодняка наших выпускников, нет, на тот момент не выпускников, текущих студентов, просто прохожих и так далее, и мы, мне показалось, мы зажгли искру и пошел настоящий фаер, но фаер пошел почему, потому что было какое-то недовольство, мне кажется, вот в обществе, что то недовольство, что не было таких вечеринок, недовольство, не знаю, политикой или тому, что происходит в стране, но вот я прямо чувствовал, что вот эта вечеринка дичайший отрыв людей, это был протест, это был... Чувак, мы, нам так не казалось, знаешь, как нам казалось? Мы, чувак, уже пять лет, я не знаю, с Монта, вот сколько я с ним знаком, пять лет, мы с ним ходим, мы с ним ходим и говорим, господи, что ты же боже, что ты с тобой, почему в этом городе нет хип-хоп-тусовок, чувак, их нет, хип-хоп-тусовок нет в этом городе, есть какая-то ширпотребщина для людей, которые просто хотят в пятницу вечером потусоваться и там иногда играет хип-хоп, есть бас-сайд и ребята, которые делают, но это не про хип-хоп, это чуть-чуть шире, это бейс, это чуть-чуть другая музыка, это больше фестивальный движ такой, понял, и они это очень круто делают и мы с этими людьми идем бок о бок, точнее, куда бок о бок, они идут сильно впереди нас, потому что они делают и сильно раньше нас, потому что это наши друзья и, короче, мы очень их котируем, они вроде как саппортят нас, за что мы очень благодарны. Так вот, я к тому, что мы с монстрами, с пацанами постоянно ходили и думали, господи, мы почему трабл сделали, да потому что нам негде было тусить, чувак, до сих пор негде тусить, и я до сих пор мечтаю, что появится в Киеве заведение, либо человек с ресурсами, у которого будет крутое помещение, в которое будет влазить 200-400 человек, который придет к нам и скажет, йоу, пацаны, мы вот помним, вы делали классную тусу, а давайте их делать вот у нас условно, понял? Потому что такого места нам не хватает. Такое место, по этой логике это должен был быть ты и ты им был на протяжении какого-то времени. Да, надо все-таки... Но ничего, все, что не делается, все к лучшему, мы как бы... У нас эта идея все еще горит, мы не распыляемся на всякую фигню и как бы знаем, что мы хотим. Вот, в плане именно тус. И нам очень не хватает хип-хопа в этом городе, поэтому... Я еще одно пиво закажу и мы вместо КАМа делаем клуб здесь на три этажа. Я шучу, но... Да, видишь, это первый пункт, который я озвучил, что людям не хватало просто хип-хоп-вечеринок и вот настолько ли многое... Чувак, просто хип-хоп, он настолько крут, вот для этого... В нем вот этот муд лежит. Когда тебе не нужно, прости господи, абьюзаться в клоузере, когда тебе не нужно схрумать, я не знаю, колесо или еще под чем-то где-то висеть. Тебе достаточно припить пивка и ты погнал, чувак. И все, понимаешь? я озвучу, что ты танцуешь, да. Вот, и да, я танцую. Поэтому хип-хоп, он крутой, хип-хоп, он добрый, чувак, либо злой. То есть ты в нем можешь выкинуть какую-то свою эмоцию, причем выкинуть ее не химически обманывая свой мозг по факту, а буквально, ты понял? То есть, ну, как минимум, ты смотришь отчет с травмой, а там пацан с висты прыгает и крутит гелики на дороге, понимаешь? Я что-то не представляю, чтобы такое происходило на техно-тусе, например, или на, я не знаю, хаосе, или в чихне-нибудь, типа с бокалом шампуня, мы вот такие, мы делаем такие тусы, мы по ним очень сильно скучаем, и поэтому каждый раз, когда мы соскучиваемся до того, что дальше уже невозможно, мы делаем следующую тусу. Следующую тусу, да, и она, если бы не ковид, я думаю, уже бы назрела. Тут Акуварский классно комментировал, в Киви Ридли не хватает хип-хоп-тусовок, где можно пофлексить под банального Дрейка в крутых кроссах, я полностью согласен, мэн. Вот даже по Дрейка я готов флексить в крутых кроссах, да, это правда. Как только у нас появится возможность, мы закроем этот вопрос для этого города. Да, давай, я тоже, это прямо, ну, слушай, в твоем, моем окружении достаточно много людей с большими деньгами, чем у нас, я тоже не понимаю, но это, видимо, вопрос вкуса, ценностей, почему они, как бы, не врываются, да, вот, так что, в общем, придется заработать на клуб, и мы с тобой об этом договорились. Еще вопрос от Романа Долганя, вот, который, как бы, в более правильном ключе, про Trouble Tribe, какой вектор развития у вас дальше? Вот вы сделали, у вас есть куча про вас материалов, по пиару у вас очень хорошо, и я понимаю, что это не ты пушишь, это просто вы делаете классные проекты, и к вам приходят, и про вас делают материалы, вот, но, как ты себя видишь, вашу тусовку дальше, что вы будете? Чувак, у нас нет расписанной стратегии, у нас нет четко определенного вектора, мы просто, чувак, стремимся к реализации своих каких-то внутренних амбиций, и общих внутренних амбиций, в плане каждого из нас, вместе в рамках Trouble Tribe, и личных амбиций каждого из нас, в его направлении, учитывая, что в нашей банде есть музыкант, художник, продюсер, есть я, у нас у всех разные стремления, но эти все стремления обозначены каким-то творчеством, они все в одном информационном поле находятся, поэтому сказать, что мы четко себе 2020 год для Trouble Tribe является годом того-то, не, у нас такого нет, чувак, мы как вселенная, мы движемся по все стороны одновременно, чувак, и просто в момент, когда мы понимаем, что в эту, вот сейчас есть возможность, ситуация сложилась таким образом, что мы можем бабахнуть точечно вот здесь, вот оно так получается, понял? И мы бабахаем вот здесь, когда мы чувствуем, что вот оно собиралось вот здесь, это какая-то энергия скопилась, мы бабахаем вот здесь, то есть условно, монстр полгода пишет альбом, понимаешь, параллельно делает что-то еще, Даник что-то еще делает, по дизайну, Даник там пока Джей Колу делает, это, я не знаю, титры в клип с Тай Султаном, я что-то параллельно снимаю, а потом мы все, блядь, бац, аккумулируемся для того, чтобы сделать обложку и запустить релиз монстра, выстрелили тут. А монстр тебе сказал, что мы гарантированно уже точно берем один трекан в сериал, который где еще? Агат Деглак, да, да, я очень, чувак этому рад, это очень круто, прямо там сцена, сцена в сериале, это тупо лучше трека, ненадежно, и когда сказал, что это наш чувак, там, представь, вся съемочная группа, ты знаешь, а мы на чипе, там 30 человек сидит, все завалили, они говорят, не может быть, я говорю, да я знаю, это Круто, Васю, да. Ну вот, хорошо, я понимаю. Короче говоря, конкретного Виктора у нас нет, чувак, мы просто движемся, мы, чувак, счастливо проживаем свою молодость. Вот так я тебе хочу сказать. Майн, майн, вот, да, это уже, наверное, третий или пятый раз, когда ты говоришь, и я прямо, ну, я доволен, ну вот, кто я, где я, как я, но вот, некоторые поинты ты озвучиваешь, становятся по-хорошему задержанными, я поэтому очень рад, что ты наш гость сегодня, потому что есть ребята, которые, да, моложе, у которых такое впереди, и вот такой ориентир, как бы, перед носом, это очень клево. Чувак, можно, пожалуйста, я тебя перебью, и добавлю к тому, чтобы вот эти ребята помоложе, которые сейчас меня слушают, они точно должны от меня услышать еще то, что этот путь, он ни хрена не легкий, он ни хрена не легкий. быть счастливым, это круто, но бывают моменты, когда у тебя нет того, нет всего, бывают моменты, когда нет работы, бывают моменты, когда сложно, бывают моменты, когда все невероятно круто, и жизнь состоит из вот этих вот раскладов, чувак. И еще один момент, если кто-то думает, что для успеха, тебя как музыканта, тебя как фотографа, тебе достаточно один раз встрять, я не знаю, чтобы про тебя написало одно издание какое-то, или чтобы тебя репостнул, я не знаю, Макс Барнский, или чтобы что-то там произошло одно, нет, вот этот успех какой-то, внешний, он реально состоит тупо из... Пропал звук, пропал звук, мэм. У меня... О, вернулся. Чек, 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 чек. Да, у тебя, видишь, разрядились все-таки за полтора часа. Я тебя не слышу, бро. Алло? У тебя стоит на стройках, сложи вот эти, да. Теперь ты меня слышишь, да? Так, подожди, что такое? Сейчас, Серега, секунду. Скажи, что ли. Я говорю, чтобы ты перевел на динамик в телефоне, потому что у тебя разрядились наушники все-таки, как я просто ждал. Так вот, ты уже говоришь. Ты так эмоционально, да, качал и говорил, да. Еще не было слышно, да? Нет, нет, вот пропало на той части, что, да, если у вас напишет Макс Барнский один раз... Так вот, да, я к тому, что нет какого-то одного инфоповода, благодаря которому ты выстреливаешь, и это тебя зажигает. Но я не знаю, что должно произойти. Ну, там, если тебя Каннивест, конечно, запостит себе в Инстаграм и скажет, вот этот тип из Украины, которого никто не знал, он достоин вашего внимания, это может дать тебе нехеровый пост. Но это никогда, во-первых, не случайно. И для того, чтобы такое произошло, ты должен этого стоить. И я к тому, что весь этот успех в твоей жизни, он состоит из кучи таких рандомных выстрелов, чувак, из кучи этих инфоповодов. И вероятность происхождения с тобой этих инфоповодов, она зависит только от тебя. То есть только от того, как часто ты будешь создавать что-то крутое. В принципе, и вот и все. Ну, вот, мы твоими словами еще скажем, это твоя реальная история. Вот. Про то, что я просто знаю, как дохера и много ты работаешь, как мало ты можешь спать вот на этих проектах. Что все приходит через тяжелый труд. Да. Однозначно все приходит через тяжелый труд, чувак, но я тебе так скажу, что этот труд может быть умещен в полгода, и ты можешь не спать ночами все эти полгода, и будет у тебя определенный выстрел. Бывает такое, что, ну, вот у меня сейчас, например, период, когда у меня много свободного времени, чувак, понял? И я прям не чувствую, что я могу сказать, да, я до седьмого пота херячу, понял? То есть, ну, то есть это бывает по-разному, чувак, бывает по-разному, вопрос в том, что чем больше ты работаешь, тем меньше времени тебе понадобится на то, чтобы дойти до определенного пункта. Вот и все. То есть, ты можешь прийти к какому-то успеху двадцать лет, а можешь за четыре, если будешь конкретно знать, что ты хочешь, и лупить целыми днями в этом направлении. Вопрос просто в том, что ты можешь, я недавно, чувак, понял, что, короче, не надо спешить жить, потому что я очень много упустил в своей жизни, типа, пока я ломился вперед, то есть, мимильными темпами, ну, реально, то есть я не успевал оставаться в моменте, как-то прочувствовать, ты знаешь, я там со съемки на съемку пах-пах-пах, от цели к цели, от цели к цели, в итоге ты сидишь, все вроде круто, но ты даже не помнишь, чувак, что там, как это было на самом деле, понял? Ты пока в айфон не зайдешь и не полистаешь, и не вникнешь, ты даже не можешь, ну, ты прошел это, но не запомнил, но не усвоил, но не осознал. Классно, давай так это проартикулируем еще раз, не надо спешить жить, да, не спешите жить, чувак, осознавайте свои шаги, вот последующие, это вот самое важное, мне кажется, реально, ты тогда счастливее себя чувствуешь, когда ты понимаешь, почему ты что-то делаешь. Смотри, да, меня уже немного уже выбешивает придежный этот звук, который я слышу себя в динамике, и для записи там это плохо, и плюс мы уже очень далеко за таймингом, мы час сорок общаемся, но я обещал спросить вопрос Вадима, он нас внимательно слушал, и поэтому у него такой хороший вопрос. Итак, и все же, если бы ты врывался в свой рынок сегодня, что бы ты делал в первую очередь, при условии, что ты уже умеешь красиво снимать? Возьми паузу, подумай, вот, просто вот, первое действие, проект, клиент, все что угодно. Чувак, у меня мало вводных, я не понимаю, что чувак снимал до этого, что ему вообще нравится. Например, смотри, если тебе... вернись к себе. Если бы я... Да, ты умеешь снимать, вот, ты такой есть, и вот сегодняшний рынок, и ты в него должен попасть. Я бы, во-первых, ходил бы, писал бы организаторов концертов, и говорил о том, что я очень хочу прийти поснимать, и снимал бы концерты, потому что через эту штуку ты можешь дотянуться в итоге до стейджа, до съемки стейджа, а в итоге дотянуться до работы с артистами в принципе. А работа с артистами для меня лично это чуть ли не самое важное, потому что это люди, которые, ну, работают с успешными артистами. Чувак, во-первых, я не столкнулся практически ни с одним очень успешным артистом, музыкантом, который бы не стоил своего успеха, то есть если со стороны тебе кажется иногда, что это там какой-то продюсерский проект, какой-то проходняк, не пойми что, не пойми как, а потом ты сталкиваешься с Тиной Кароль и такой, ого, вот это она поет, чувак. Потом ты слушаешь Макса Коржа, во дворе орет из колонки у кого-то, у тебя складывается одно впечатление, ты выпадаешь на концерт и заваливаешь просто нафиг, потому что это человек, который настолько понимает и чувствует то, что он делает, что тебе до него как до Киева рачки, понимаешь? Короче говоря, для меня артисты это топовые вообще представители какой-то творческой движухи, особенно успешные, потому что просто так они успешными бы не стали, ты понял? За этим всегда стоит огромный путь и стать рядом с этим путем, пообщаться, проникнуться чем-то, обменяться чем-то и послужить своим скиллом этим людям, вот для меня, чувак, я очень давно хотел поработать в Дормах, вот очень давно, прям вот реально, ну лет 7 назад у меня перед глазами где-то уже мелькал Баня, я думал, блин, я настолько верю в то, что делает этот человек, и он настолько крутой, что я бы хотел ему своим скиллом послужить, условно. И в момент, когда это произошло, я чувствовал такую ответственность над собой, ты понял? Я не мог снять плохо, ну просто не мог, поэтому эта съемка для Пумы, где он стоит на Кубе посреди Киевского моря, она для меня, получилась, ну невероятно крутой, хотя могла получиться абсолютно проходной, потому что вводные были, нулячие вообще, ну то есть, обычный, обычная коммерческая работа с артистом, с брендом, вот столько денег, вот столько, их нету, этих денег, ты понял? Ну ты просто не мог снять плохо, потому что это же Ваня, это же Ваня, чувак. Прикольно, я очень заметку, оказывается. Короче, я бы писал организаторам концертов, снимал бы концерты, чтобы двигаться в сторону музыки и работать с артистами, и искал бы кого-нибудь через знакомых, через кого-то, кто работает на площадках в продаче, хоть как-нибудь, и тулил бы снимать бэкстейджи. Писал бы продюсерам, писал бы в фейсбуке пост о том, что друзья, очень сильно хочу поснимать бэкстейдж, пожалуйста, если вы как-то связаны с кем-нибудь, с съемок, хочу, возьмите, пожалуйста, готов бесплатно, готов платно, готов за 40 гривен, готов за булку на кейдеринге, как бы он. Клево, что ты расширил этот список, потому что пока что концерты невозможны. Ну и, чувак, я бы снимал просто людей, своих друзей, я не знаю. У меня появилось, алло, алло, чек, 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 я вернулся. Закругляемся, да. А у тебя что вернулся? Короче, я в последнее время у меня в Инсте я повылавливал некоторых фотографов, и я вот наткнулся на эту девочку, по-моему, ее зовут Лера, я не помню, какой ее там ник в Инстаграме, которая, чувак, снимает по 500 гривен, по 1000, по 800 гривен съемки. Это тень, да? Ну, типа, в плане, ну, это вообще смешные деньги абсолютно. Я понимаю. Ну, она делает это так, чувак, круто, что я к тому, что вот она как-то к этому пришла, и я стараюсь сейчас, если у меня есть возможность, меня просят у фотографа, который попадает, и она попадает в стилистику, я стараюсь всем ее засылать, чувак, просто всем. Мне недавно звонил Ваня Тор, чувак, и типа, йо, братан, у нас там есть артист, нам нужен человек, который будет отвечать за вижуал с этим артистом, будет вместе с ним идти по его творческому пути от начала. И будет его чувствовать. И типа, ты мог быть этим человеком для этого артиста? А я понимаю, что я не совсем хорошо чувствую этого человека, в смысле, этого музыканта. И, конечно, очень классная перспектива, навечно вкопать свое имя и корни пустить в мастерскую, знаешь, но я понимаю, что это не та возможность, которую мне стоит использовать. Есть человек, который лучше меня это сделает, и более органично это сделать. И я вот эту девочку туда, еще там пару типов туда. Короче говоря, я, у меня есть какая-то микромиссия, я стараюсь никогда не забирать работу у людей, которые заслуживают ее больше меня или могут сделать лучше меня. Ну, ты вначале это уже говорил, да. Мэнчик, спасибо. У меня будет еще один вопрос, который я мог бы обширить. И это там. Но перед этим вопросом, да, на правах рекламы, хотя мы с тобой это то, по-моему, раньше придумали, я уже не помню. Да, 16 августа в рамках лета в Кама в воркшоп за тысячу гривен целый день. Виталик будет рассказывать, как он снимает, и как он снимает и максимально поделится. Вот. Но только у нас не с целью продажи, а с целью как бы обогащать. Можешь сделать еще один мастер-класс, как сделать лучшие поставки за 170 долларов отдельным днем. Да, это отдельная история, это прав. Вот. Да, мы про комьюнити, про ценности и про то, чтобы таких как ты становилось больше. Вот. Но в финальном вопросе у меня такой. Каня Вась будет президентом? Как думаешь? Я думаю, в 2024 есть шансы, чувак. Если кто-то следит, если не в шутку, а если... Не в шутку. Я же в шутку. А серьезно, чувак, то Каня закидывал эту тему. Каня уже, сколько, полтора года топит в эту всю христианскую движуху. Он поджал под себя чувак темнокожих, темнокожих христиан, он чувак... Ну, короче, у него есть философия. Он настолько глубокий, что со стороны людям, которые непосвященные, которые слушают только его музыку, поверхностно смотрят клипы, где он там в квадратном костюме танцует, может показаться, что он псих, конечно, конченный. И любой гений немножечко псих, конечно. Но Каня что-то знает. А еще я знаю точно, что что-то знает товарищ Илон Маск, который людей на Марс отправляет. И когда товарищ Илон Маск вписывается за Каня, это уже тоже что-то стоит. Это как мы с тобой договариваемся. Это к слову про авторитет, ты понял? Про авторитет людей. Я уважаю Илона Маска, я его безумно люблю. И, кстати, у меня есть такая тема. Есть единственная штука, ради которой я готов бросить все в Киеве нахрен, и вот все бросить просто и уехать. Не, это если мне Илон Маск предложит работу. Вообще неважно, что и где и как. Я настолько верю в то, что он делает, потому что я давно за ним слежу, и каждый раз, когда этот засранец что-то говорит, типа, через 4 года мы там туда-сюда что-то там сделаем. Я думаю, что, господи, ну как ты сделаешь это, чувак? И каждый раз он это делает, понял? И мое к нему отношение меняется просто с каждым днем, потому что если он раньше для меня был просто типом, который много базарит, навешивает какую-то лапшу на уши несусветную, то каждый раз делая то, о чем он говорит, ты выпускаешь продукт. Я когда первый раз селф-тест случила, я знаю, я тоже, Дима, у меня вообще мир поделился на до и после в плане автомобиля. У меня есть машины, а есть тест. Согласен, да, это будущее. Потому что, когда ты выпускаешь тачку, которая набирает за 9 до сотни, а ближайший противник набирает на бензине за 2 и 3, я говорю про Теслу Родстоп. Ну, это как бы такая пощечина всем просто. Короче говоря, неважно, Канни Вест, не то, чтобы я за него голосовал, но шансы у него есть. С не 20-го, по 24-го, я думаю, точно. Саня вчера она что-то обсуждала, на полном серьезе, она сказала, я хочу гражданства США, чтобы моим президентом был Канни Вест, и я могла это говорить. Слушай, понимаешь, мы как творческие люди, у которых кормушка чуть-чуть иначе варит, и мы чуть-чуть упоминаем, мы шире на это все смотрим, ну, для нас это не так, это уж и странно, и страшно, я был бы не против. Не, я от себя скажу, что все-таки такими вещами должны люди заниматься, которые, как бы, не знаю, к этому жизнь идут, учатся, готовятся и так далее, но в той системе Канни Вест, в которой они учатся, готовятся, это не те люди, которые должны там становиться. и вот такие странные истории, какие сейчас происходят с президентами по всему миру практически, да, это как бы просто новый мир, в котором мы живем, но про Канни, мне кажется, он вообще так хитро всех наебывает, это моя гипотеза. Я не думаю, что он не ебывает, чувак, он просто фанатик того, что он делает. Смотри, у меня теория заговора появилась, да, что этот же, он же любит Трампа, у Трампа был этот Роджерс, политтехнолог, который очень приятно, и я уже думаю, что Канни сделал Black Lives Matter, чтобы все это пошатнуть, колохнуть, и теперь, как бы, не зря же он действительно в христианство полез и так далее, вот, так что, надеюсь, я не готов об этом говорить всерьез, потому что я в этом мало чего понимаю, и как бы, я если не шарю, то я лучше промолчу. Я думаю, да, после этого будете я скажу, что я очень уважаю Канни как создателя, как творца, после просмотра тысячи тонн его интервью, я давно за ним слежу, просто как за деятелем, а не только как за музыкантом, он мне очень импонирует, вещи, которые он говорит, они настолько глубоко, и он говорит о таких вещах, которые я замечаю в своей жизни, в своей голове, и я даже не думал, что кто-то понимает и так же мыслит, знаешь, в таком духе, то есть я, короче говоря, он мне близок достаточно, вот, то, как он успешен, говорит о том, что успехи там верило эффективности в моей голове, вот, то есть, и это много чего значит, у него есть ранчик, чувак, у него есть ранчик, я так хочу ранчик, это очень круто, видел же Трэвиса Скотта фильм про этот, вот, про себя, да, где Трэвис Скотт, ну, про альбом, да, и когда Канни выезжает с парковки, и как Трэвис Скотт, будучи всем вот таким, да, в какой-то момент ну, и типа, на там ручку, да, ты прав. Хорошо, Ветер, ой, большое тебе спасибо, очень круто, вдохновляюще, практически два часа, я не знаю, кто это будет переслушивать, наверное, как сериал, возможно, кому-то это будет интересно переслушать, да, но мне было интересно, еще раз спасибо, и я иду к тебе вниз обниматься. Давай. Спасибо всем, кто смотрел, ребята, спасибо за вопросы огромные. Все, пока вы, ребята. Всех обнял, всем творчество.